Какова роль отца в воспитании детей? Ну, понятно, что все, кто любит читать Священное Писание, знают слова апостола Павла, «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». С одной стороны, это понятно, и правда не нужно раздражать. Но какова роль? Понимаете, дети не смогут научиться любить, если не получат этого на личном примере. Соответственно, в первую очередь, папа должен любить маму. Если папа рассказывает детям о любви, а любовь, мы понимаем, что это подвиг, как говорил апостол Павел, любовь не ищет своего, а также апостол Павел пишет, что любовь долго терпит, то понятно, что папа должен долго терпеть к маме, должен не искать своего по отношению к маме, к жене, своей, а для детей маме. И в этом случае тогда папа имеет авторитет для своих детей. Это первый момент. Второй момент. Если мы хотим воспитать своих детей, то мы просто обязаны что-то делать вместе. Предположим, я ребенку говорю, иди уберись в комнате, но вижу, что у ребенка плохо это получается. Что же мне сделать? Я могу ребенка поругать. Я могу ему просто прочитать длительную нотацию, как полезна уборка, и как хорошо жить в чистоте. Но я могу просто пойти и убраться с ним вместе. Вот Христос хочет, чтобы мы все делали вместе. Вообще, когда мы все делаем соборно, вместе, это Богу угодно. А когда мы что-либо делаем раздельно, это не Богу угодно. Это в особой степени касается молитвы. Господь прямо говорит, там, где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. Но это также касается и всех остальных отношений. Одно дело, когда я читаю книгу, а кто-то рядом сидит и читает такую же книгу, а другое дело, когда мы будем читать ее вместе. Тогда уже у нас появляются совершенно иные переживания, новые мысли, которыми мы можем друг с другом делиться. И это будет невозможно, если мы будем читать это все по раздельности. Поэтому отец семейства должен у себя дома следить за тем, чтобы все делать вместе, вместе кушать, вместе молиться, вместе убираться и вместе развлекаться. Продолжение следует...